Друзья мои, добро пожаловать! Меня зовут Брэнд, Fallout 76. Я сдул пыль со своего Xbox One S, самой мощной, самой топовой в мире консоли, естественно. И сегодня мы поиграем, посмотрим, как оно всё работает, эта бета-версия. Весит примерно гигов 60, пока скачалось, пока туда-сюда. Здесь почему-то на Хуане не всё быстро происходит, как хочется. Запись у нас идёт, это самое важное. А первое включение, вы создаёте учётную запись и начинаете играть. Тестировать бета-версию, вам Bethesda пишет, что здесь могут быть проблемы, здесь бывают клюки, игра ещё в процессе работы, так что сильно якобы не серчайте. Ну давайте хоть посмотрим, мы проходили Fallout 4 в своё время, я как раз перед записью смотрел трёхгодичный давности плейлист. Приятная ностальгия, неплохо мы так рубанули с вами в то время. Чё, геймпатер вообще работать планируешь? А, есть, понятно, играть. Давай посмотрим. Fallout 76, мир найден. Фишка в том, что это Fallout, только теперь он в онлайне должен быть. И тут можно пообщаться, здесь можно как-то кооперироваться, жить и, собственно, века не тужить, наверное. Боевая броня призвана защищать солдата в любых обстоятельствах. Окей. Оки-доки. Давай посмотрим. Что-то у нас ночь глубокая. Я решил, думаю, давай-ка мы Fallout. Мне давно ключ дали. И я, естественно, как слоупок, самый последний, самый такой, знаешь, в аутсайдерах запишу. Но ничего, хотя бы посмотрю. Мне просто самому интересно. Я не фанат Fallout, а вообще, в принципе, серии. Но я играл и в Shelter. Мы играли с вами и в третий. И четвёртый проходили. Но как бы вот такие вот дела. Загружается всё это дело у нас. По идее, должно начаться создание перса. Bethesda Game Studios представляют нам. Давай посмотрим. Я слышал отзывы не самые лестные, на самом деле. Будем говорить честно. Игра ещё типа разрабатывается. И как бы игроки, которые возлагали большие надежды, я так понимаю, немного в этом деле разочаровались. Давайте посмотрим теперь с нашей стороны. Звука вообще нет, что ли? А почему звука нет? В чём проблема? Наша великая нация создала... Я не знаю, в начале игры же звук был там, где вот эти вот деревья, вот это вот мы летали. Странно, давай так посмотрим. Жаль, что отцы-основатели не видят нас сейчас. Если и дальше звука не будет в заставке, ну, то есть после, точнее, когда пройдёт, тогда уже будем перезагружать. Теперь же у нашего порога стоит красная угроза. И хочет уничтожить саму идею демократии. Жёстко. Вот почему именно сегодня, 4 июля 2076 года, через 300 лет после зарождения нашей великой нации, мы собрались, чтобы отпраздновать окончание строительства убежища 76. Церемониальное открытие на убежище. Это огромный бункер проектировала фирма World Tech, но построили его вы, народ Америки. Чудесно. Поэтому, если упадут бомбы, если конец света всё-таки когда-нибудь наступит, значит, знайте. Если вы выжили, значит, вы всё сделали правильно. Мы сумеем сохранить наш уклад. Увы, не всем суждено спастись. В убежище войдут лишь самые избранные, видимо. На самые лучшие, самые умные из нас. Естественно. Когда война наконец-то закончится, а радиационная пыль уляжется. Вам придётся возрождать целую страну. Не только стены и здания. Но сердца и умы. Главное – саму Америку. А главное, что всё это будет прямо сейчас. Сегодня мы стоим здесь и молимся, чтобы на земле воцарился мир наконец-то. Ай, ну если суждено случиться иначе, если всё же грянет война, мы сплотимся. Зная, что в убежище 76 начинается наше будущее. Странно, что нет звука. Вот это удивляет. Давай смотреть. Если его сейчас после заставки тоже нет, значит, нажмём на паузу и посмотрим, что-то какой-то синий экран. Пожалуйста, доброе утро, убежище 76. Говорит смотрительница. Надеюсь, вчера всё погуляли на славу. Даже те, кто слегка увлёкся и проспал. Блин, прикольненько смотрится. А используя РС, чтобы поворачивать голову. Пора наконец-то встать и выйти наружу. Мы слишком долго сидели в заперти. О, это Брэндон Купер, что ли, у нас? Блин, ну этот чувак, он же мальчишник в Вегасе же, да? Прикольно. Полтела. Макияж на мужика румяный? Серьёзно? Ёбаный насос. Ой, блядь. Во. Идеально, мне кажется. Просто идеально. Цвет LBRB. Можно менять цвет. Можно создать фрика чисто по угару, знаешь, бегать, конечно. Но люди в онлайне могут подумать, что ты немножко ебово, наверное. Поэтому чёрный, мне кажется, будет нормально. Отметины. Давай посмотрим. Ну, как бы Fallout всегда славился. Кастомизация. Я про последние части. Здесь создавали даже ведьмака, здесь создавали чуваков из мультиков разных. То есть тут можно. Веснушки центр. Роденьки на всё лицо, бля. Бородавка на носу. Нет, спасибо. Недостатки. Тени в глазницах почему-то считаются недостатками. Видимо, и плохой сон, или проблемы с почками. Грубые черты лица. Вот такое вот лицо у нас. Ссадин на лбу. На самом деле, это больше похоже на прыщи, а не на ссадины на лбу. Ну, ладно. Царапин. Во. Сыпь на лбу. Угри на лбу. То есть можно кучу всякого такого. Даже сейчас в бета-версии вот дохера таких нюансов. То есть можно себя изрешетить. Мелазмы на щеках. Ссадины на губах. Царапины, сыпь и так далее. Урон. Шрам. Ёпта. Ну, это какой-то эпический, знаешь. Вот. Вот. Вот типа такого по центру. Глубокий шрам. Не очень, конечно, можно было через глаз делать, мне кажется. О, боже, твою мать. Угольщик. Грязь и кровь. Спасибо. В смысле? Я же выбрал. Блядь. Я не подтвердил, наверное. В общем, здесь у нас мускулистое тело. Худое. Можно сделать худощавого. Можно сделать жиробасика вот такого. Можно сделать какого-то вот такого. Давай по фану такого толстяка сделаем. Пол. Пол, пол, пол. То есть мы увеличили его тело, но лицо осталось худым при этом. Это забавно, конечно. Лицо, 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 лицо. Что по лицу у нас есть? Вот такая вот штука. Что-то было, блядь. А, это я могу уже кастомизировать либо там глубину подбородка, там глубину носа и так далее. Приятный крестик. Давай не будем сильно заморачиваться, наверное. Нам же интересен сам геймплей. Типа, готово. Дайте имя своему персонажу. Раскладка. Господи, как же неудобно. Я привык к PlayStation больше. Во, во. Английский еще смайлик можно. Смайлик можно взять. Давай напишем brain. Да, вот такая вот волокита идет у нас в начале. Ну, а что ж поделать? Так оно все устроено. Сейчас мы сделаем себе ник. Я надеюсь, что он не занят еще. Слава богу, наверное, было бы неплохо. Brain. Дит и последнее ОТ у нас. Подтвердить. Все, левел первый резидент уолта номер 76. Выйти и сделать снимок. Поле зрения, поворот картинки. Все, я готов. Чтобы... О, давай походим. Ну, красиво. По графону, в принципе, пока смотрится в убежище неплохо. Терминал использовать. Фоторежим. О, поздравляю с днем рождения. Вы приглашены и воспроизвести запись. Вы выставили остатки спиртного и распаковали официальные праздничные шляпы. Волтек. Так, поздравим вас. Мы готовы к этому... Мы готовились к этому 25 лет. Америка ждет вас. Хорошо. Пип-бой недоступен у нас. Я помню, что была коллекционка к фоллауту какому-то. Там пип-бой можно было на руку, короче, заказать. И он был в комплекте. Прикольно. Кровать отдохнуть. Так, перса мы создали. Очень похоже на четвертую часть. Помнишь, как она начиналась? Что-то такое вот было тоже. Консоль пип-боя. Естественно, что куда же, блин, без нашего любимого пип-боя-то? Это наше все. То есть наша карта, наша прокачка. Вся информация по нашему челику тупо здесь есть. Чтобы войти в меню, нажмите B. Состояние эффекта спешл. Покинуть убежище. Хорошо. С этим мы будем разбираться уже дальше. Тут куча хавки, всякая еда. Вот такой убежище. Телек. Че нынче показывают? Смотри, какая Никола няшная. Кулай-крышечка. Так, музон не надо. Какие-то награды. Там в виде туалета, смотри, награды. Там не написано, правда. В общем, стиральная... Смотри, какая лошадь няшная. Слушай, по-моему, я вот давно не играл в Fallout. Мы сколько? Года три назад проходили его. Но смотрится прикольно. Говорят, что и Red Dead Redemption последний, вот который выходил, второй, который мы сейчас проходим на Соньке, он на ящике выглядит пиже. Типа, оно мощнее, оно лучше показывает, стабильней. Раковина... Я, наверное, не настолько задрот. То есть, как бы мне вот это вот ходить раковину в воду открывать не по приколу чисто. А вот открыть дверь из убежища, это да. Вам поручено восстановить Америку. Не больше и не меньше. Переключайтесь с помощью... Ой. Опа. Карта. Карта, 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 карта. Смотрится прикольно. Мне нравится такой стиль карты. Чисто как раз в стиле Fallout сделано. Крокодильчик. Крокодил кракажу и буду крокодить, да? Во. Хорошо. Крачли. У меня свое задание в Аполлоджи. Наконец-то. Смотрите проще с вами. Так, что ты мне говоришь? Он типа показывает мне, куда идти. Давай выйдем, походим, посмотрим. Узнать от задачи смотрительницы. Узнать, что надо делать. Бухлишко. Хорошо. Нормалек такой. Так. Ковендиш. Принимай лекарства. Вам придется искать новые снаружи. Антирадин. О, старый добрый антирадин. Скажи мне, а что поменялось спустя три года, допустим, вот, ну, по сути, то же самое было и три года назад. Может, только графон чуть получше, да, стал? Может быть. Если вас ранят, понятно. Но суть была, видимо, в том, чтобы перенести мир Фоллаута, который мы с вами так любили в свое время, перенести его сюда, вот именно в онлайн. Чтобы можно было в онлайне все то же самое делать. Приложение немножко усилит. Я понял. Роботы расскажут вам примерно самые такие нюансы. Ай, хорошо. Что здесь у нас? Колпак. Головной убор для вечеринки. Хе-хе-хе-хе-хе. Смотри, сердечко. И оп, твой налево. Хе-хе-хе. Хорошо. Так, нам туда получается. Мы можем показывать свое отношение к другим персонажам таким образом. С помощью этой эмодзи. Так, эмодзи, эмодзи. Как они там называются? Терминал смотрительницы. Добро пожаловать в сеть Робкоиндастри с отчеты, характеристики, порядок эксплуатации и воспроизвести голосапись. Через 25 лет после закрытия двери убежища вы должны подготовить граждан к эвакуации из убежища 76, чтобы начать процесс далее называемого возрождения. Подобная информация будет автоматически представлена вам по мере приближения к этой дате. Так, вы должны взять под контроль три шахты с ядерными ракетами под кодовым названием Альфа, Браво и Чарли. В случае их сохранности, ваша задача и станет изолировать эти шахты от всех. Уключите голосапись. Так, и что у нас? Здесь голосапись. Подожди, а где голосапись-то? Я думал, покажет нам что-то красивое, но, видимо, не сегодня. Так, братан, не богуй. Не богуйся, покиньте убежище. Давайте выйдем на улицу, ведь самый сок начинается там, где есть люди и взаимодействие. Ух ты ж твою мать. Ты это с собой возьмешь? Чтобы построить или перевестить кэмп, войди в меню пип-боя за пределами убежища и нажми ЛБ. Кроули. Вам нужен пункт приготовления пищи, используйте кэмп. Ну, это как бы маленький переносной лагерь, то есть у каждого челика будет такой лагерь, можно будет его разбивать. И, наверное, можно копирироваться как-то и жить вместе. Ох ты, карты способностей. Очки в черной оправе и ручка я, пожалуй, возьму. Get a job. А вот и древо прокачки. Харизма позволяет вам обмениваться способностями более высокого уровня, а также влияет на размер наград от групповых заданий и цены при обмене. Харизма. Выносливость. Вероятность. Сила. Харизма. Хорошая тема, на самом деле. Интеллект. Ловкость. Я не помню, что мы качали, но вот удача играла хорошую роль с нами. То есть как бы черная кошка топовая. И давай, наверное, немножко прокачаем силу. Принять. Принимаем силу. Гладиатор. 10 к урону от обычного оружия. Хорошо. Фильтр выйти. Смы. Бля. Ну ладно. Начнем с силы, а потом уже прокачиваем другие. Ловкость. Харизма. Все это надо. Все это нам нужно сделать. Я знаю, что вам будет страшно. Я думаю, нам не будет страшно, будет все нормально. Мы справимся. Так, спогнали. Погиньте. Воу. Спокойно. Сейчас перед нами откроется эпичный мир. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я типа такой вышел, знаешь, ни хрена не понимаю. Одежду можно носить поверх любого предмета. Блин, этот чувак, этот чисто. Брэдли Купер, по-моему, его звали. Можете загуглить, посмотреть. Главный герой, по-моему, был как раз. Мальчишник Вегаси. Прикольный чувак, прикольный актер. Только мы его сделали очень широким. У него должны были быть черные губы. И шрам на лице. Но что-то я, видимо, не сделал. Так. Давай смотреть. Психо-разработанный армией США. Боевой стимулятор временно увеличивает наносимый урон. День рождения. Нажмите В, чтобы включить подсветку пип-боя. А, зажмите. Фу-у-у. Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания. Откройте в меню пип-боя вкладку «Предметы» и перейдите во вкладку «Помощь». Найти смотрительницу. Здрасте. Бернетмен 99. Здорово. Пригласите ко мне. Блин, братишка, я не помню, как это. Это драки. Тихо-тихо. Тихо. О, бро, смотри. Смотри, братиш. Это я ему показываю. Типа, пошли, пошли со мной. Пошли. Да не драться с ним, блядь. Не надо. Не нужно. Вы хороший. Типа, я ему говорю, пошли попиздимся сейчас. Братан, ты куда побежал? Так, управление. Драки нам не надо. Пип-бой на «Б». Это прыжки. Это квадрат. Как мы эту стойку приняли? Может, ее убрать? Блядь, там как будто стреляют. Пройдена контрольная точка. Пип-бой 200 добавлено. 2000 точнее. Найден сигнал станции охотника. Что ты там творишь, мать твою? Труп спасателя. Братан, у тебя все в порядке? Алло. Все хорошо, братишка? А куда нам надо с тобой? Смотри. Смотри, что я могу. Давай мы тебе лайкос. Привет, типа, сделаем. Что было, блядь? Что ты делаешь? А, выбрать РС. Братан, походу, не понимаю, что происходит. Вроде сработало, смотри. Я вам махаю, машу. Найти кем-смотрительницу. Что это у нас? А, это камера, типа, меняется. Первый лица. О! Грязная вода. А зачем мне грязная вода, братан? Я понимаю, конечно, что ты щедрый друг, все дела. Ты кого-то уже заварить тут успел. Но грязная вода нам здесь не надо. Смотрительница. Давай смотреть, где она. Вот она здесь. Так, я выбрал. Что-то он там высматривает, что-то смотрит, палит, блядь. Побежали, короче. Это первый ролик у нас ознакомительный. Мы как бы смотрим, изучаем, как это все работает. Братан, ты со мной? Братишеч. Так, смотри, вниз это эмоции. Оружие у нас налево. Понятно. А направо что? Хилки. И селектор здоровья. То есть, можно что-то выбрать. Он, по идее, здесь как бы побывал. Химическая колба. Что-то, по-моему, какая-то дичь творится там, нет? Ладно. О, в смысле? Ты что, блядь? Все, испытание пройдено. Убить первого врага. Первый враг у нас был вот такой вот работишкой. Стальной лом. Собираем с него лутец. Патронов у нас что-то не очень много. Вот тебя можно полутать, наверное. Сколочная мина. Учитесь изготавливать новые предметы с помощью рецептов и схем. Для этого выберите вкладку пип-боя и откройте раздел заметки. А где наш братиш? Что-то я не вижу, чтобы он бежал за нами. Ладно, хрен с тобой. Ага, это бег. Это красца. Освободитель типа ноль. Да что ж такое-то, ёпт. Кто-то пробежал, по-моему. Рательник, давай руби их. Я помогу тебе. Вот тебе живые люди. Вот тебе фоллаут с живыми чуваками. А, он охуярит так. И в принципе, наверное, правильно делает. Потому что патроны-то у нас не бесконечные. Пригласить к обмену. Давай пригласим его к обмену. Диродин, одежда, оружие. Сколочная мина. Гладкоствол, пистолет. Бёрнет Мэн 99. Что ты мне можешь дать? У меня ничего интересного, братан. Я только начал, поэтому эти трупы не лутабельны. Грязная вода. Грязную воду, в принципе, можно очистить, наверное, было бы. Нормально, пацан так приоделся. Бро, смотри. Значит, нам с тобой надо вот туда вот. Я не знаю, у тебя какая миссия, но у меня, короче, туда вот миссия. Блядь, эти роботы появляются из воздуха. Это плохо. Их типа можно фармить, наверное. Большая мензурка. Я чё-то... Подожди, там чё-то было. Мне не очень удобно на геймпаде, понимаешь? А я с кулака попробую жахнуть его. Они типа мало бьют. На, куякали. Э, так это бичи совсем. Всё, пока. Погнали. Найти кэмп-смотрительницы. Сейчас найдём. Всё, братишь с нами? Братильника мы потеряли, короче. Так. Давай, смотрите. На первое лицо у нас переключаться вот так вот. Оружие есть. Немного, но хоть что-то да есть. Мне бы найти что-то ближнего боя, какую-нибудь биту. И вот вопрос. Подожди, давай посмотрим пип-боя. Так, а ну, включи. Да... О, господи. Включи пип-бой, мать твою, не подсветку, выключай. Вот. Предметы. Хорошо накормлен. Сила, информация. Как предметы? ЛБ. Что ты сделал? А, это я могу поставить его сюда. Мне сюда не надо ставить. Интересно. Хижина самогонщика. Хе-хе. Давай посмотрим. Митолка с антифризом. Кислота. То есть это можно будет химичить, я так понимаю. То есть что-то создавать. Здрасте. Бля... Клещ, блядь, не... Я клещики маленькие. О, свист. Ха, мать клеща, блядь, пришла. Блядь, свист. Сука, твою ты мать. Иди сюда. Уеби клеща давай. Хе-хе-хе-хе. Хорошо как. Ну, по-моему, клещик успел оставить немножко гадости в нас. Клеща тут чисто. Деревянный ящик. Оружейный верстак. Ага. Сейчас что-нибудь сделаем. Гладкостволы. Заостренное холодное оружие. Боевой нож. Я могу боевой нож? У меня нет резины и шестерней. У меня нема. Без этого будем, значит. Дрын. Блядь, кожи нет. Я бы дрын себе сделал. Это нет. Гладкоствол. Клей. Некотор. Прикольно. В принципе, понятно. Нужны просто компоненты для этого дела. А у нас их нет. Разобрать предметы. Модифицировать или починить. А разобрать на части весь ваш хлам. Давай разберем. Может, теперь-то, в принципе, наверное, мы прошли испытание. Мы можем что-то сделать. Что-то модифицировать. Давай изучать. Эту игру нужно изучить, познать и быть счастливым. Стандартный ресивер. Нет. Мне нужны патроны. У меня патронов нет. Изготовить. Что, не хватает? Блин, печалька. Ладно, выходим. Да я же вышел. Выйти. Смотри, я нажал выйти. Все окей. Так, кожи тут нет. Разделочная доска, полотежка, тошка, сахарные бомбы. Необходимо есть, чтобы избежать истощения. Выберите в клавку помощь. Со временем еда может испортиться. Так. Давай посмотрим. Почему-то он... Что ты, блядь, творишь, мать твою? Ключи подсветку, покажи мне. Переместиться ЛБ. Я нажимаю ЛБ. Я хочу на предмет посмотреть. А он просто скрывает, видишь ее? Что-то как-то странно работает. Крестовинка тоже не пашет. Странная хуйта. А это просто влево-вправо. Эффекты. Инфо, радио, состояние. В принципе, более-менее нормально. То есть нам не кушать, не пить пока не надо. Ладно, погнали. Мне кажется, так покомфортнее будет. Я не знаю, сколько на карте людей должно быть, но пока что мы встретили возле убежища только одного челика. То есть один реальный человек здесь есть. РБ общение. О, вот и народ, кстати. Вот и народ. Кто-то в сети, кто-то нет. Но люди есть. Карта-то, в принципе, большая, поэтому народа много. Пулеметная турель. А вот это плохо. Потому что если мы на них нарвемся, это будет дичь. Они, наверное, не очень дружелюбны в этом плане. Там кто-то сидит, по-моему. Ладно. Оружейный верстак. Давай патронов сделаем. На оружейном верстаке, по идее, я могу себе сделать метательное оружие, переключиться на модификацию. А где же нам патроны набубенить? Гладкоствол. Клей. С патронником. Хорошо. Метательное оружие. У меня ничего нету. Стали тоже не хватает. Так что вот такие вот дела. Роботы нас, по идее, верстак для брони изготовить. Изготовили линия пищи. Это чей-то кэмп. Видишь, кто-то здесь уже свой кэмп, видимо, бросил. Химолаборатуре. У нас были компоненты. Мы там разную химию брали, но мы ее переработали. Боеприпасы, смотри. Вот. Порох. Давай сделаем. Нормально. Все напитки, лечение, боеприпасы. Все. Думал, пока хватит. Ноль. Видишь, вообще ничего нет. Что? Пули непробиваемые. А, пулеметная турель. Понятно. С оружием вообще беда у нас. Ну, придется кулаками драться, что поделать. Да. Такое тоже бывает. Пошли хотя бы первое задание посмотрим. Вот какое-то городишко. Так как это дело все находится в бетке, понятное дело, что тут как-то особой жизни нет. Что, блядь, такое? Что-то ударился. Лесопилка Гилмен. Мы как бы безобидные. То есть, особо с нас ничего не поиметь. А, светящееся мясо давай возьмем. Я не очень хотел бы это кушать, честно сказать. Но придется, видимо. Что-то тут не густо, народы. В том плане, что, слава богу, наверное, хорошо. Алюминиевый ломик давай заберем. Свинцовый стояк. Свинцовый стояк. Интересно, можно ли им драться? Ремонтный верстак. Деревянный ящик. Тут уже все залуто на сто лет в обед. Свинцовый стояк. То есть, из этих подручных вещей я, по идее, могу зажигалку. Вот, например, смотри, первая помощь. Кипяченая вода. Алюминиевый лом. Из ломика можно было бы сделать что-то интересное, мне кажется. Огнетушитель. Я понабрал всякой ебатории, по-моему. Все, что надо и не надо, мы все взяли. Давай посмотрим, что я могу здесь делать. Так, боеприпасы. Десяти миллиметровый. Свинец и сталь нужна, видишь? Нам для этого дело. Я могу делать арбалетные болты, железные гвозди. И, в принципе, все на данном этапе. Взрывные боеприпасы, мины. Понятно. Можно разбирать. Ладно, пошли уже на задание, потому что здесь слишком много взаимодействия. Слишком много таких нюансов. Ты перелазить умеешь? Что происходит? А, тут пока не работает. Так, куда мне надо было? Мне нужно таут. Ворота открываются, закрываются. Шикарно. Шикарно. Так, найти камп. Тут есть голосовая связь. Если у вас Xbox, допустим, подключен с гарнитурой, то можно было бы потрепаться дальше. Там кто-то есть, по-моему. И кто-то что-то вякает, по-моему, у меня. Ладно. Пошли глянем. Вообще, далеко ли она находится, наша смотрительница? Так, мы здесь. Мы переплываем с вами реку. И на шоссе 59 как раз то, что нам надо. Слушай, ну хоть что-то. Ферма виксов. Хоть какое-то оружие должно быть. Разводной ключ. Разводной ключ. Так, это такое оружие. Здесь селектор и ничего. Это избранное. Это у нас анимашки. Ох ты, сколько тут всего. Там все разломано. Мешок с удобрениями. Кто-то идет, по-моему. Я слышу какие-то шаги. Что-то за хуй, бля. Горелый, бля. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Оу. Слышь, горелый, бля. Не выебывайся, братан. Ха-ха-ха. Смотри, какая визилка у нас. Бада, ёпта. Я тебе оружие хоть заберу. Вот, патрошки для нас. Все, погнали, погнали, погнали. Погнали отсюда нахрен. Ууу, тихо. Тихо, 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 тихо. Я же патронный взял. Бля, как неудачно я сюда зашел. Ха-ха-ха. Блин, надо валить отсюда нахрен. Они, конечно, первого уровня все, типа все, как бы. Но лучше свалить. Смотри, какие дружелюбные. Это боты, видимо. Потому что люди здесь немножко не так себя ведут, мне кажется. Да ёптвою налево. Ты что творишь-то? Сразу, блядь. Я же убил челика. У него были патроны, получается. Слушай, тут совсем дичь, по-моему, творится. Да, долго бежать не получится. Вот сейчас мы слышали крик уже персонажа, видимо. То есть где-то здесь какого-то челика, как и меня, тоже подстрелили, видимо. Так, погодка вроде лучше стала. Значит, 90 метров нам еще бежать. Вроде как нормально. Я не могу попонять, как... Смотри, переместить... А, кэмп. Вид, способности, стимуляторы. Вот эти вкладки вверху как у нас переключаются? А, вот таким образом? Ха-ха. Хорошо. Допустим. А, пистолет, граната, короткий карабин. Во! Так теперь же, блядь, заживем хотя бы. Все, я потемножечку уже вникаю вроде как. Тут хотя бы есть патроны. Тут хотя бы можно кого-то прибить. Уже хорошо. Блядь, что-то графон какой-то печальный немножко здесь. Понимаешь, в чем печаль? Печаль в том, что никаких теней. То есть графика, в принципе, осталась к трехлетней давности, как была четвертой частью. Красивый яд, зубная щетка. Я понимаю, что это бета, все дела. То есть, как бы, и очень хотелось бы, чтобы оно выглядело немножечко получше и соответствовало 2018 году, что было. Грязный цвет. Давай, испытание пройдено. Вот это нормально. Грязный цвет добавлен. Кому как удобно. Вот можно от первого лица, можно от третьего лица. Лагерь-смотрительницы. Мы, наконец-то, дошли, куда нам нужно было. А, вот он. Что-то я совсем, блядь, пробежался. Так. Создать элементы брони. Создать оружие. Журнал-смотрительница. К югу от убежища 76. Я знала, что Апалачия изменится до неузнаваемости. Мутировшие животные, агрессивные роботы и пока что никаких людей. Уфига себе. Сейчас я пособираю лутец. Место для хранения оружейной версток. Ох ты, хорошо. Ха-ха-ха. Хорошо вы так взбодрились. Изготовить. Смотрите. Пункт приготовления пищи. Место хранения припасов. Верстаки. Все это в вашем распоряжении. Кожная броня для левой ноги. Для левой руки. Для правой руки. Нормально. От получаемого в вами урона состояние вашей брони ухудшается. Все. Легкая броня. Так, я сделал, да? Блядь. Твою мать, Дидзи, ты чего пугаешься-то так? Дидзик прибежал. Смотри, какой пацан. Это ж не тот, который с нами бегал. Там был какой-то 99, я помню. Откройте вкладку пип-боя и выберите раздел одежды. Что-то я не вижу пока раздел одежды. Антирадин, порох. Хлам, боеприпасы. Подожди, вначале, по-моему, одежда была у нас. Во. Во-во-во-во. Головную. Вот, смотри, кожная броня. Раз, два, три. Очки в черной оправе. Головной убор нахер нам не нужен. Комбинезон, наверное, надо пока. Так. А, давай посмотрим. Вот. Сука. Вот это нормально. Вот это мы приоделись, блядь. Чисто для выживания в суровых условиях Фоллаута. Создать оружие. Найди смотрительницу. Давай создадим оружие. Изготовить. Изготовить, изготовить. Гладкоствольные. А какое именно оружие? Имеет значение. Добоевый нож, топор. Инъектор. Гладкоствольный пистолет. Давай холодное что-то сделаем. Топор. А что лучше? 17 урона и 10 урона. О, давай его топорик заберем. Вот это хорошо. Состояние оружия ухудшается по мере использования. Я понял. Я тебя понял. Войну тоже сделаем. Так. Гладкоствольный пистолет. 20. Ого, 40 урона. Все. Испытание пройдено. Шикарно. Все, мы все, что надо, мы сделали. Так. Можно выключать, в принципе, наверное, свет. Уже нам особо не надо. Оружице. Перезаряжайся. Это не самый лучший вариант оружия. Смотри, нажимаем пип-бой. И здесь надо выбрать именно правильно все. Так, подожди. Тут немножко оно и поебически сделано. Так, вот. Во. Во, вот это другое дело. Так. Гладкоствольный пистолет. Урон 40. Вот. Вот это мне надо. Здесь хотя бы урон нормальный. Найди смотриницу в городе Флетвудс. Я все забрал уже? Патроны у меня есть как бы. Еда нужна. Давай еще раз разберемся. Одежда, помощь. Это состояние. Одежда, еда. Антирадин. Кровь клеща, наверное, нам не надо. Хлам модификации боеприпасы. А где еда? Хоть что-то у нас есть. Агитационные эти штуки. Разный опорах. Сахарные бобы. Вот можно сахарные бобы навернуть. Ха-ха. Радиация сокращает максимальное число очков здоровья. Кровь клеща. Очищенная вода. Вот теперь вроде немножко получше. Но все равно жизни половина только. Ох, красота какая. Смотри. Ну хотя бы так вот, понимаешь? Я же как-то вроде менял. Я как-то менял что-то, нажимал. Как-то мы меняли с вами вид. А, вот смотри, можно задержать. И посмотреть вот так вот на персонажа. Оценивать. Нет, графически нормально. В принципе, для онлайна главное, чтобы игра затягивала. Понимаешь? То есть это основное. Давай посмотрим, куда нам надо теперь. Это дизи... А, вот чилики показаны все. Смотри. Вот тут они все тусят. Они все вот конкретно здесь. Нам сюда как раз и надо. Я понял. То есть просто идем по дороге. Я как-то делал еще... Поменялось слева, справа там было. Блин, прикольно. Но, опять же, это графон уже мы видели. Это было в четвертом Фоллауте. То есть в плане графическом нас здесь особо не удивить как бы. Здесь можно удивить именно подходом к мультиплеерной составляющей. Было бы очень неплохо. И очень не хотелось бы, чтобы было какое-то, знаешь, паразитирование и просто доение проекта под названием Фоллаут. И гребление бабла. Я лично буду надеяться до последнего, что здесь сделают хотя бы годно. Чтобы это было играбельно. В принципе, Bethesda умеет и могет. Поэтому будем надеяться, что не забросит это дело. Масштабов каких-то больших прям я бы не сказал, что чувствуется. Да, вот как там Red Dead Redemption, масштабы, объемы. Или как в Ассасине. Я именно сравниваю часть по открытому миру. Здесь прогружается на лету. Понятное дело, что это бета-версия. Что она будет улучшаться? В смысле, блядь? Ушли нахуй отсюда. Дворняга. Ах ты ж, сучка твоя ж налево. Блядь, стрелять без автоприцеливания, это дико, конечно, здесь на геймпайне. Хорош. Стреляй, блядь. Молодец. Ой, сейчас ебанут, наверное, нас. Бегом, 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 бегом. Плохо дело. Притом, мне бы как-то подхилиться. Вот. Вот это жить можно уже. Что это был за звук? Кратокрыс. Ага, малыш, крутая кры... Бля, малыш, крутая кры... Что-то опасный хер какой-то. Домик, зеленая сторона. Смотрим все в городе... Сейчас до города ждать иди надо сначала. Тихо, тихо. Нихера. Я пока лутать не буду. Я это ничего не трогаю. Фризы. Плюс игра немножко подфризивает. Вот здесь вот моменты, когда мы в город заходим. Видишь, тут никаких красивых преломлений света, ни теней, ни окклюзий, ничего вообще. Блядь, крутая крыса. У вас что-то много реально, блядь. Хорошо. Мясо крутая крыса вроде можно хавать, насколько я помню. Мясо крутая крыса. 76 у нас. Ну, хоть какая-то броня, понимаешь, хоть что-то начальное у нас уже есть. Хорошо. А, это ты типа меняешь пушечки свои. Я понял. Я от себя, братишка, понял. Там что-то летает. Мистер Падаркобот. А Падаркобот нам что-то должен дать, наверное, да? Кстати, это лутабельно. Второй шар. Победитель уже выбран. Приз уже вручен. Новый приз я смогу вручить только после очередного розыгрыша. Бля, хамуха. Вот какой-то чел, смотри. Рипер 0208, что-то там. А людей тут типа убивать нельзя, что ли? Или я даже рисковать, наверное, не буду? Бля, народ. Демонический блейзер, смотри. Включен режим пацифист. Вы не наносите никакого вреда. Ну, я же должен был попробовать, правильно? Братан, давай, смотри, я тебе что-то сделаю. Эй, бля, демонический блейзер. Братан, ты не понял, да, юморка? На тебе лайкос. Держи, братиш. От лайка убежал. Люди не убегают от лайков. Так, что-то он ходит. Что-то он, бро... А, ты типа себя кольнул, я понял. Я тебя понял, бро. Так, нам сюда вот надо, видимо. Подожди, что-то я убегаю, по-моему. В городе... Дисмотрительницу. А, вот, смотри, командный пост. Вот и люди здесь у нас. Прикольно. База данных. Войти в базу данных. Гость. Спасатели Флетвудса сервис. В натоящее время не работает. Вам нужна помощь, обратитесь к роботу-волонтеру. Ммм, предметы, патроны удалены, какого-то хера. Радиоактивировать. Найти смотрительницу. Ее тут нет. Я тут не вижу, по крайней мере. Я не знаю, что это было, но это была какая-то магия. Робот-волонтер. Теперь мы называем это Великой Войной. Она длилась недолго, а жизнь была тяжела. А, вы слушаете рассказы выживших. В спасателях я уже пару лет. У меня есть Чарльстона. Так что мне было легко к ним присоединиться. Работа оказалась... Это я уже слышал. До военной деньги. Робот-волонтер. Вот, вот, что мне надо было. Пройдена контрольная точка. Первый контакт. Боже, здесь никого нет. Старая таверна, церковь. Тут стреляется. Там спрятались люди, но теперь их просто нет. Зарегистрироваться в качестве волонтера. 30 метров. Я попробую. Я специально сейчас особо не лутаю. Мы так просто гуляем, смотрим. У нас такой, знаешь, прогулочный летсплей получается. Первый взглядец на Fallout 76 бета. Бутылочка из-под пива. Селф-регистрацион. Давай посмотрим. Регистрационный киоск. Программа предназначена для того, чтобы из обычных выживших сделать спасателей-волонтеров. Помогать другим. Понятно. Испытание пройдено. Фоторамка спасателей. Шикарно. Все, теперь мы волонтеры. Называйте себя спасателями. Похоже, это были пожарные, полицейские и врачи скорой помощи. Найти Кишу Магдермот. Киша Магдермот. Сейчас кого-то вольнули уже. Это был поселенец. Прикольно. Мы что-то взяли. Оно аж золотым светилось. Ладно. Так, где она находится у нас? 22 метра. 11. А, так она и здесь была, что ли? Понял. Странно как-то оно все работает. Каталог имен. Киша Магдермот. Киша, 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 Киша. Магдермот, вот. Все, ее нашли. Спасатели. Последний выход на связь в 96-м году. Кто-то зашел, по-моему. Правится искать Кишу в ближайшей реке. Понятно. Понятненько. В принципе, вот такая вот череда квестов. Видимо, это как начальное, чтобы можно было привыкнуть как-то вот что делать. И потом уже игра, естественно, даст возможность играть здесь самостоятельно, делать свою базу и так далее, я так понимаю. Что с ним можно делать? Стрелять, наверное, нежелательно, но у него жизни не особо много. Бля, спокойно, пацаны. Спокойно. 43 метра. Пошли сходим к речке, поглядим, что там у нас. Я бы камеру чуть-чуть назад бы отдалил, потому что мне кажется, что это не очень удобно. Это Киша, типа? Дасса попросила всех нас записать наши рассказы для истории. По-моему, отличная мысль. Так что привет. Я Киша Макдермот. Дикий гуль. Там гулик разгуливает, смотри. У меня, по-моему, было нормальное оружие, если я не ошибаюсь. Кушная броня. Слушай. 40 дамаг. У-у-у, галината. Вот это хорошо. Там, по-моему, отстреливают, смотри. Чуваки тупо отстыли. Взять образец воды из реки, проанализировать состав насоса Флэтфудса. Проанализировать надо все это дело. Вон, и что там делай, смотри. Мистер Ферберт. Ха-ха. Пить собрать. Грязная вода. Тестирование образца. Вода заражена. Пить отсюда нельзя. Чуваки там конкретно жарят. Блин, я что-то переоделся, смотри, как по модному, по стилю. Ха-ха-ха. Такой себе красава. У нас немножко радиации, кстати. Ух ты. Смотрится прикольно, кстати. Что-то в этом есть, ты знаешь. Вообще, удивительно. Я давно не играл на Эксбоксе. И смотрится реально неплохо. То есть видно, что приставка может. Если правильно подойти к вопросу, то будет очень даже годно. Так, 60 метров. Сейчас зайдем. Слабый дикий гуль у нас тут где-то, бля. Здорово, братишка. Ух, дихуй. Стреляй же, мать твою. Стреляй в ложку. В ложку стреляй, бля. Да что ж ты косой-то, сука, как гуль, бля. Пиздец. Это просто... Да что ж такое-то? Я ж попадаю в тебя. Ладно. Не, это какое-то ебалическое оружие, ты знаешь. Оно что-то вообще не стрелять ни хера. Так, и что у нас тут интересного? Это не лутается. Я ненавижу флэтс. Вот мы взяли с вами ништяки. Серая вязаная шапочка. Хорошо. Белая тарелка. Пустая банка из-под краски. Наверное, нам не особо нужна. Блин, не, оружие, конечно, мощное. Но оно что-то как-то... Си собак распотрошили. Да. Жутковатая зрелища на самом деле. Так, пошли посмотрим. 40 метров надо бежать. Где-то здесь вот эти насосы. Грязная вода. Вода заражена. Что здесь, что в речке получается было. Пройдена контрольная точка. Короче, я думаю, здесь надо перерыв сделать. Если вам игрушка зашла и вам понравилась, вам интересно, что будет дальше, поставьте лайк. Напишите об этом. И мы с вами попробуем сделать такой небольшой цикл по Fallout 76. Побегать тут, посмотреть, что тут вообще происходит. А кротокрысы обычно же нападают, вроде бы как. А этот просто багнутый, блядь. Дикий мутафрукт. Собрать. Патроны удалены. Что-то собрали, что-то удалено. В общем, вот такой у нас Fallout 76 по первому взгляду. Вот так вот он играется. Вот так он выглядит. Это Xbox One S. В общем, будем смотреть дальше. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего, друзья. Не скучайте. Пока-пока.